друзья всем привет он добрался до своей вязалочки начал ее ремонт в общем проверял проводил дефектовку и вот эта шестерня которая тут стоит шестерня крючка в общем крючок появился люфт сейчас восстанавливаю вот получается что у нас получается вот наварю шестерню отверстие немного зашло но это ничего страшного потом вот это вот фрезой вот так вот я ее разработку при помощи дремеля ну и гибкого вала соответственно еще получилось такое что вот сюда вот слишком много наплавилась затянул лишнее вот она должна быть вот в этом положении сюда много лишнее и когда при провороте шестерня начинает подниматься на зубе зуб зуб малый зуб который здесь есть на этом зубе вот здесь за край зацепляется шестерня начинаю так подниматься то есть этого не должно происходить нужно это устранять сейчас будем обрабатывать так шестерня вертолета у меня плотно прикасается все все хорошо сейчас потихоньку буду обрабатывать ну вот обработал так вот получилось все выравнилось четко так работал такая фреза стояла вот это вот резой так мужики не забываем про защиту обязательно используем очки потому что вот видите такая вот мелкая стружка как иголочки вот кожаные нарукавники ну и соответственно мне еще фарточек потому что если не использовать вот эти вот вещи вот руками кожаные нарукавник фартук одежда вот это вот этих вот иголочек приходит в негодность то есть потом просто и выкинуть и все вы не старайте ничего с ней не сделать ну шестерня готова сейчас буду ставить буду прикидывать и как она будет нам стоять сейчас на полозу и будем дальше ставить так мы смотрим что здесь получается шестерня плотно так вот тут вот так чтобы видно было еще удобно руками работать показывать демонстрировать так вот ролик прижимая максимально и получается тут зазор миллиметр примерно миллиметр сейчас немножко назад верну все вот такая получается положение и в общем вот проходит проходит вот она до конца что даже не стал уже закрылся вот чуть-чуть все закрываете дальше он вышел на ровную плоскость вот так вот получается что он закрывание и закрылся дальше вывелось на ровную плоскость взор ну примерно примерно миллиметр даже вот если его с усилием что прижимая вот сюда даже давлю на ролик с усилием потому что у нас с этой стороны поджимная пластина стоит и долю долю на ролик вот видите он не касается этой дорожки закрывается легко безо всяких усилий в этом положении закрывается еще так мы на этом пока все эта сторона у меня полностью готова сейчас буду еще эту сторону посмотрите так мы смотрим что у нас здесь произошло на этой стороне сильно конечно страшно ничего такого нету вот так ну люфт конечно минимальный ничего страшного но вот этот люфт есть чуть-чуть касание ролика то есть немножко будет как бы подвисать он то есть сейчас чему делаем сейчас мы берем от этого так вот поворачиваем поворачиваем немножко это убираем ролик опять же дремель и вот тут будем эту сторону немножко будем подрабатывать чтобы как бы он начал перестал касаться так вот что получилось у нас подработал я получается касание ролика нету стенки не касается то есть вот вывели на ровной плоскости ролик не касается стенки так где удобно немножко и он не касается стенки доверну где он закрывается как же одному неудобно это сделать так 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 тихо на место стоять так вот получается мы видео 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 все вот он стал в ровную плоскость и закрылся немножко 5 минут назад вернем он сейчас я так прижимая он сейчас я так прижимая ролик как вот он должен здесь прижат быть пластинкой только он выводится получается на ровную плоскость вот сейчас видите он еще вот так вот стоит получается пластина его прижимает делать пальцы указательной его пластина прижимает все так вот он должен работать так все всем спасибо за просмотр ставим лайки